На морозка льда проходит в несколько этапов. Предварительно трек длиной 1814 метров полностью очистили и промыли, чтобы лед лучше сцеплялся с бетоном. Затем специалисты приступили к шланговой заливке. В Сочи очень хороший и интересный трек. Например, в Лаплане трасса на всем протяжении идет вниз, а здесь же более разнообразная конструкция с уклоном. Что касается специфики по подготовке льда на трассе, то есть определенные моменты. После заливки довольно быстро появляются инии, которые необходимо очистить перед следующей на морозке. Такие особенности просто нужно учитывать в рабочем процессе. В России специалисты по на морозке льда, помимо Сочи, есть еще и в Парамоново. Часть специалистов приехала оттуда и часть из Франции. Сочинские мастера тоже находятся здесь. Они много чему научились, но чтобы иметь достаточный опыт, нужно проработать на трассе 3-4 сезона. Все работают в команде, конечно. Допустим, сегодня мы первый день вышли с французами. Сочинскими мы уже давно работали. Второй сезон, третий сезон будем работать с французами. Первый день сегодня вышел. Отличия я такого не видел. Все работали наравне. На морозке трека трудоемкий процесс. На Сан-Набабс-Лейн-Трассе лед намораживается в начале и держится весь сезон. По видокам международной тренировочной недели в ноябре возможны лишь некоторые корректировки. Работы сейчас ведутся круглосуточно. Сборная Ледоваров полностью подготовит профиль трассы к концу сентября. И уже в начале октября центр «Санки» готовится принять спортсменов. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.